Здравствуйте! В конце июня в Архангельске впервые прошел международный фестиваль гармонии Сметанинские встречи. Фестиваль посвящен памяти яркого музыканта, гармониста, композитора, заслуженного артиста России, уроженца Красноборска Сергея Сметанина. Именно гармонь называют душой России, русской нации. Гармонист, первый парень на деревне, уважаем и желанен во всех компаниях. Так было. А насколько востребован этот инструмент сегодня, поговорим со знатоком русской гармошки, заслуженным артистом Российской Федерации, музыкантом, гармонистом из Орловской губернии Геннадием Калмыковым. Как вы поживаете? Я сегодня здесь у вас, но вы же не возражаете. Я играю на гармошке, по-другому здесь нельзя. Гармонисты всей России к вам приехали, друзья, на фестиваль! О, отлично! Браво! Ну что, здравствуйте, Геннадий Викторович! Здравствуйте, здравствуйте, Тамарочка! Вновь фестиваль привел вас в наши края. Конечно, вы здесь общаетесь с единомышленниками, с коллегами, но вот все же поговорить хотелось бы о каких-то глобальных вопросах. Насколько вас требована гармошка сегодня ведь можете оценить? Ну, конечно же, есть возможность, потому что приходится очень часто ездить по России в зарубежных странах. Ну, наверное, зарубежные страны брать не будем, потому что там, в отличие от России, гармонь постоянно везде звучит, потому что это пласт их национальной культуры, и в отличие от нашей страны, там ничего не делают для того, чтобы скрывать это. У нас в России, к сожалению, немножко все хуже, потому что по телевизору мы вряд ли увидим гармонь, потому что там мы видим низкопробная попса, фонограмма и все остальное. Но, тем не менее, вот в широкой публике, скажем так, у простого народа гармонь пользуется до сих пор очень большой популярностью. Ну, конечно же, большую здесь, скажем так, популяризацию этого данного вида направления сыграл и Геннадий Дмитриевич Заволокин со своей передачей «Играй гармонию», и «Российский центр гармонии». Она, кстати, существует? Да, конечно, что каждый год проходит сейчас на Новосибирской земле фестиваль, вернее, раз в два года, фестиваль памяти Геннадия Дмитриевича Заволокина. Вот я постоянно бываю там членом жюри. А это, с одной стороны, гармония, она самодеятельная, и поэтому ее любят. Ни одной, скажем так, свадьбы, ни одной вечеринки до сих пор, я уверен, не проходит без гармонии. Сам Тамада с многолетним стажем, я это знаю. А с другой стороны, гармонь существует уже профессиональной, потому что с 92-го года прекрасный человек, композитор Евгений Петрович Дербенко, наш земляк, написал... Орловский. И композитом, тем не менее, он член Союза композиторов еще Советского Союза. Вот. И сейчас вот член, соответственно, Союза композиторов России. Он написал очень богатейший репертуар, причем разноплановый репертуар. От полифонии до классики. И благодаря ему сейчас уже развернута система профессионального образования гармонистов. То есть от детской музыкальной школы до высшего учебного заведения. И гармонь постоянно теперь звучит в лучших залах страны, с лучшими оркестрами. Поэтому, подводя, скажем, итог, вот отвечая на ваш вопрос, гармонь сейчас, вопреки всем, скажем так, негативным факторам, она востребована как в народной среде, так и на профессиональной академической сцене. Вы упомянули как раз Евгения Дзербенко, очень много сочинившего для гармонии. И он назвал вас гармонистом номер один. А что это такое, гармонист номер один? Дипломированный гармонист-профессионал. Тут надо немножко... Вы знаете, у нас есть такая поговорка. Первых у нас много, хороших мало. Просто так повезло, что я первым сыграл в свое время концерт для гармоники с оркестром. Никто не хотел играть, а мне это так захлестнуло. Я по образованию, по-первых, был баянист. Ну, как и многие сейчас талантливые музыканты, которые вновь возвращаются к истокам грузской гармонии. Он мне предложил сыграть этот концерт. Вы знаете, так это завлекло. Еще тогда, не зная нот на гармонию, я с баяна переложил, выучил, сыграл, и так это понравилось. И вот с этого пошло, 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 скажем так, профессионализация гармонии. Потом Дзербенко писал крупные вещи. Я был рядышком, и я их просто исполнял. Может быть, поэтому я гармонист номер один, потому что на первом этапе почти 10 лет, когда я был один, я исполнял все крупные его произведения. Да, кстати, а как отличить профессионала от любителя? Или у вас нет этой градации? Ну что вы, это может быть только не очень умный человек, можно сказать, профессионал, любитель. Можно, конечно, различить по образованию. Вот я, скажем так, у меня, я первый, почему я первый дипломированный гармонист профессионал, потому что просто я был первый, кто закончил высшее учебное заведение Московского государственного университета культуры, мне выдали именно этот диплом. А вот все остальное, вы знаете, не бывает профессионалов, любителей, бывают просто хорошие исполнители и плохие. Вот, кстати, а существует термин «золотая десятка гармонистов»? Это что? Кто это выдумал и каковы критерии? Ну, вы знаете, «золотая десятка гармонистов» — это прекрасное понятие. Сейчас их уже, «золотых гармонистов» в России, уже, наверное, около 150. Но, вы знаете, в каждой «золотой десятке» есть свой «золотой гармонист», «платиновый», как хотите. Недавно мы начинали работать с «золотой десяткой» из «золотых». Опять же, разговор идет не об этом. Правильно, это политика была Геннадия Заволокина, который вот таким образом привлекал к развитию русской гармонии, скажем так, самодеятельных исполнителей и профессионалов. Он их объединял, они шли дальше на места, они поднимали «русскую гармонь» и понятие «золотая десятка» она очень много сделала на региональных уровнях. Понимаете? Одно дело приходит, извините, Ваня Иванов, а другое дело приходит Ваня Иванов, участник «золотой десятки» гармонистов России. Вот, вы знаете, надо провести фестиваль, и ко мне приедут «золотые гармонисты». Ну, это такой хороший пиарский ход. Это хороший, да. Ну, пиар, вы знаете, честно говоря, я не люблю такие современные слова. В хорошем смысле. Это продвижение. Да, это хороший, хороший, ну пусть рекламный ход, это хорошее, скажем, задел на будущее, потому что очень многие сейчас участники тех самых «золотых десяток» на своих местах популяризируют гармонь всеми доступными средствами и способами. Да, вот я все-таки насчет популяризации. Вы в Орле создали школу гармонистов. Во-первых, я участвовал в этом процессе активно, потому что на первой стадии у меня тоже было много учеников и в колледже культуры, и в колледже музыкальном. Затем ученики продолжают обучение в Орловском институте культуры и искусств, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Волгограде открыты классы. Просто основателем этого и инициатором движения был Евгений Дербенко. Мы его все гармонисты всей России помогали кто как мог, потому что наиболее дальновидные гармонисты поняли, что только передавая свое искусство следующим поколениям, не на уровне устного передачи, а на уровне закрепленного нотного материала, мы можем сохранить наш инструмент, наше традиционное национальное искусство. И вот, кстати, Сергей Сметанин, к которому мы все приехали в гости, наш хороший друг, человек, который очень много сделал для развития не только северной гармоники, а в целом русской гармонии, он это понимал как никто другой. А как молодого человека увлечь гармонию? А очень просто. Столько соблазнов. А очень просто, понимаете? Просто-напросто нужно ему сыграть и все. Что-то отзовется, откликнется. Конечно. Если откликнется, значит его. Вы знаете, мы сейчас ехали в поезде, ехал маленький-маленький парень. Их два, вернее, ехало. Один уже с подготовкой, а второй маленький. Вот после того, как мы ему чуть-чуть поиграли, он говорит, мама, я хочу в музыкальную школу учиться. А мама говорит, а где можно научиться? Понимаете? То есть только личный пример. Если бы телевидение постоянно, вот так как здесь Ваша Архангельская, относилось более внимательно к национальной культуре, к национальному пласту инструментальной культуры, который, кстати, на севере очень-очень богато развит и сохранен, это слава Богу, то, может быть, тогда бы по всей России и было это движение более, скажем так, развитым. Но сейчас все-таки там, где удается, во многих регионах, все-таки ребята могут прийти, могут научиться. На всех играть, на всех разновидностях, причем абсолютно разную музыку. Вы уже упомянули, что за границей гармонь как-то больше развита, чем у нас, игра на гармонии. Ну, вы знаете... А как они русскую гармошку понимают, да? Во-первых, они очень приветствуют ее, очень любят, потому что они ценят то, что мы им несем. А мы им несем русскую культуру, русскую традиционную культуру. Мы им несем разновидности русских гармоник. От гармошки хромки до вот прекрасных гармоник черепашек, понимаете? Черепашки-то маленькие. Черепашки, да, вот самые вот эти, потому что вот когда одну раз берешь, вот смотрите, так, на них играешь, то впечатление, что вот, смотрите, как будто это панцирь черепашки, а вот это, и вот на них так вот. Ну, давайте тогда уже продемонстрируем. А я и делаю эту. Каждую. Ну, ладно. Ну, это вот самая большая из этих черепашек. Они так высоко звучат. Ну, они же маленькие, поэтому воздуха мало. Ну, допустим, вот эта очень хорошая гармошечка. Вот, кстати, все они реставрированы московским мастером Бойко, и самое главное, на мой взгляд, лучшим мастером по изготовлению гармонии и баяном Александр Андреевич Сизов, народный мастер России. Это тот человек, который делал гармоники, ансамблю России под руководством Зыкиной, прекрасному баянисту, лучшему эстрадному баянисту в России Виктору Федоровичу Гридину. Это легенда нашей, собственно говоря, нашей культуры, нашего искусства. Ну, вот такая гармоничка. Вот маленькая, так можно сказать. Бойко! Ну, наверное, надо поменьше. Да, да, да. Итак, гармошечка вот такая. А давайте сделаем эксперимент. Я играю, вы аплодируете. Камаринского, ручками, ну и... Правильно, попадаю? Почти. Живое исполнение. Формат живого звука. Это же хорошо. И давайте, кто быстрее? Еще быстрее. Тамара, давайте, только не один. У вас есть ритм. Это радует. Ой, слава вам. Ну и вот, допустим, ну такая, вот эта, маленькая гармошечка. А у нее, кстати, очень большой диапазон, смотрите. То есть целая октава. Здесь в Архангельсе стоит, говорит, хорошая погода. Видите? А я Геннадий Калмыков. И зарываю я родом. Отличное сопровождение. Это вы все возите на каждый свой концерт, да? Ну, в принципе, да. Или еще есть? Нет, я вожу много гармоний. Просто на этот фестиваль, зная, что придет очень много талантливых гармонистов совершенно разных направлений, самодеятельных и профессионалов, и играющих на хромках, на ливенках, играющих на роялках, на тальянках, на саратовках. Брать еще какие-то гармонии смысла просто не было. А у вас орловская гармонь. Чем она отличается? Ну, это не орловская гармонь. Это так называемая гармонь хромка. Традиционная, классическая гармонь. Ну да, да, да. Правда, у меня она не совсем классическая. Она по собственному заказу, по собственной конструкции, которую сделал мастер СИЗО. Вот она, если так просто-просто, от сих до сих, как гармонисты, она такая же, как и все. А если вот дальше, то на ней можно играть любую музыку. То есть она хроматическая в двух октавах. То есть 36 клавиш, а обычный 25. Вот поэтому мы сейчас, гармонисты-профессионалы, скажем так, играем абсолютно разную музыку. От, я говорю, ну вот, допустим, полифония, к примеру, самая распространенная, если просто сыграть, показать. Потому что я здесь достаточно часто бываю на этой, на вашей прекрасной северной земле. И вот недавно в Котласе концерт был, буквально год назад. До этого Коряжма, в Архангельске, в Кирхе был концерт. Вот, мы играем и без сопровождения, и без сопровождения. Давайте что-нибудь из классики, а? Ну вот, допустим, вот. КОНЕЦ Ну, в общем, так далее. Это целая развернутая пьеса доставания. А вот, если уж вы говорите разные стили, вот, пожалуйста, а вот это что? Это уже гас. Да, собственно, чем профессионал от любителей отличается, да? Ну, дело в том, что звучит все абсолютно. Вот буквально еще три секунды, потому что, может быть, кто-то будет смотреть из молодежи, скажет, ну что это, отстойт какой-то же. А вот это... Ну, в общем, и так далее. Дело в том, что сейчас у меня, допустим, в программе есть и техно, есть и рок, и металл, и хард-рок, все, что хотите. И рэп есть. Потому что гармония подвластна, все стили, все направления. Но самое главное, это все-таки народное основание, народная милость. Вот, кстати, от которого придерживался хороший мой друг Сережа Сметанин, к которому мы, все гармонисты, приехали на фестиваль. Да, и фестиваль ему посвящен, рано он ушел из жизни, конечно, да, и, в общем, много посвятил. Ну, он еще пожил, поиграл, да. Посвятил, конечно. Полторы тысячи, ваше зал полторы тысячи, по-моему, да? Зал-то битком, это все-таки показатель. Это показатель. И вы проводите в Орловской области, в Орле проводите фестиваль, да? Да, ну, не такой значимый, потому что мне кажется, что фестиваль Сергея Сметанина, который проходит здесь, он начался на Красноборской земле. Я был практически на всех фестивалях, даже песню написал, ее вроде как сейчас даже гимном признали, вот, фестиваль. Он не такой значимый мой Орловский, как этот, потому что этот фестиваль, наверное, уже по уровню исполнительства, по уровню участвующих гармонистов, выходит в один из трех лучших. Это фестиваль Заволокина Геннадьевича в Новосибирске, вот я постоянно в чём жюри. Это, конечно же, Московский фестиваль Гармоника Доша Россия, вот, ну и вот молодой, но уже очень талантливый и многогранный фестиваль в Архангельске, Сметанецкие встречи. А скажите, как всё-таки сделать так, чтобы у фестиваля был постоянный зритель? Ну вот первый раз пришли, насладились, и всё-таки, чтобы этот жанр прижился. Вы знаете, мы рады любому зрителю, и постоянному, и вновь пришедшему, потому что это в любом случае льёт воду на нашу мельницу, потому что они пришли сегодня, а где дальше пойдут? Уверены, да? Я не только уверен, я знаю большое количество фестивалей, большой богатый концертный опыт, опыт работы в жюри, опыт работы в оргкомитетах позволяет это сказать. Вот смотрите, сюда приехали абсолютно гармонисты в разных стилях и направлениях. Один, допустим, Алексей Медведев поёт песни, пробивает слезу, он любит это делать. Другой играет прекрасно на ливенской, ой, на рояльной гармошке, это Ивлев Андрей из города Елец, или, ой, вернее, из города Липец. Третий, молодой у нас Паша Фомин из Брянска пришёл. Группа Хальники работает вообще в таком стиле, который его трудно определить, но ведь они же выступают по одному, по два номера. А на следующем фестивале они играют, новые номера показывают, и таким образом уже сейчас, я гарантирую, что обеспечена на ближайшие 3-4 фестиваля новая программа. А зритель хочет увидеть что-то новое. Вот, пожалуйста, а это несмотря на то, что мы постоянно делаем что-то новое, новое. Мы же развиваемся, мы же не стоим на месте. То есть зрители очень разные на концертах гармонистов, да? Абсолютно разные. То есть от детей музыкальных школ до бабушек, дедушек, которые любят частушки. Вот, вы знаете, случайные зрители всё-таки сюда не ходят. Не ходят. Я очень рад, что случайных нет. Очень радует в последнее время тенденция, что молодёжь пошла. Пошла молодёжь, несмотря ни на что. Мне приходится работать часто очень и в ночных клубах бывает, и в других заведениях. И вот когда смотришь, когда у нас, конечно, хорошая фотография, хороший звук, хороший свет. Понимаете, ты работаешь, и потом к тебе подходит. А что это за инструмент? Что это за гармошка? Это что это? Я сейчас колбасился под гармозу, что ли? Ну, видите. То есть у них не сочетается всё это. А вы посмотрите, всё больше и больше даже на широкой эстраде ценятся живые инструменты. Ну, конечно. Посмотрите, Чиш играет на кардионе. У Вики Цыгановой баянис в группе. Она даже вообще, вот один из последних концертов давала под русский народный оркестр. То есть возвращается всё назад. Это очень хорошо. Ведь жизнь идёт по спирали, а на этой спирали мы одни из главных. И будем рано или поздно там. В общем, в этом миссия гармонии состоит, наверное. И есть кому Заволокинское знамя поддержать, поднять и продолжить. И Заволокинское, и Сметанинское самое главное. Да, и Сметанинское, конечно. Потому что это один, скажем так, достаточно высокий уровень, уровень национальной культуры. Именно уровень местной культуры, культуры Севера. Потому что Сергей прекрасно играл на этом инструменте. Он прекрасно пропагандировал вот именно этот местный фольклор. Его сейчас играет по всей России. И это показатель его заслуги. Вот поэтому мы сегодня здесь. И мы думаем, что гармонь жила, будет жить всегда. Потому что за тем поколением, которое, к сожалению, уже потеряно, идёт следующее. Который уже знает, что гармонь... Извините, это не отстой. Который знает, что на гармонии играется абсолютно всё. Который знает, что гармония – это весело. И который приходит в зал и, уходя оттуда, говорит, мама, я хочу учиться на гармошке. А мы, пожалуйста, приходите. Мы можем всё сделать. Мы гармонисты России. Да, потому что любите и Россию, и свой инструмент. А нельзя не любить то место, где ты вырос, то место, где ты живёшь, то место, которым ты гордишься. Потому что Россия – это всё, что у нас осталось в этой жизни. Россия и гармонь. И гармонь. Да, у меня в конце программы обычно три вопроса блится. Но, знаете, я не буду их задавать. Не вопрос. Давайте отдадим просто наши вот эти минутки гармонии. Геннадий Холмыков, заслуженный артист Российской Федерации. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас что-то профессиональное играть, потому что лучше, когда зритель приходит в зал, в драм-театр, на площадь, в Архангельске, на площадь Северо-Одвинске. Ну, наверное, всё-таки частушка – это то, что всегда хорошо звучит. Да я отчаянный, а где-то ни на что не погляжу, да если голову отрежь, я гармош привяжу. Мы орловской ели, Пёта, и нигде не пропадём, демоночка не засталась, всё равно домой придём. Хорошо у вас. Геннадий Холмыков, Орёл. На сайте официального сообщества «Русская гармонь» есть такие слова. Армия без души, без духа – мёртвая организация, неспособная не только к ведению войны, но и к самосохранению. Но и армия, поющая и играющая чужие песни, тоже обречена на поражение. Вот такие дела. До встречи.